Немногим дано видеть событие и понимать его суть. Эта возможность достигается годами и опытом волков, постоянно находящихся в поиске. Щенкам же на блюдечке приносят молочко, и они разве что умеют, что мелко покусывать. И вот, казалось бы, сахарная косточка. Да, впервые в Зачухонске, как написал бы классик Ирония Чехов, произошло уникальное событие. Гонки на чудо-механизмах, движимых интересной и непонятной силой двигателей внутреннего сгорания и радиоуправления. Но это в корне неправильно. Это событие продвинулось и придвинулось благодаря энтузиастам, а теперь все по полочкам. Ну, главного энтузиаста в городе знают все. И успехи главной команды города очевидны. Все остальные виды спорта без комментариев, но это тоже спорт. А вот для него комментарии. Этот спорт сейчас имеет возможность развиваться в городе благодаря центру Макхоби, что на Ленинградской 5. И все представленные здесь монстры приобретаются и обслуживаются здесь же. Можно, конечно, и из Первопрестольной привезти, и, возможно, подешевле, но сервис из Москвы не припрешь. И, конечно, было бы глупо тянуть одеяло исключительно только в одну сторону. Соревнования прошли на любезно предоставленные и переданные в долговременное пользование площадки центрального стадиона. И с помощью профессионалов-мебельщиков, с коими нас связывают более чем десятилетние дружественные отношения. И это соревнования миллионов, нет, не долларов. Да, такие приколы могут себе позволить миллионы американцев, европейцев. И пока немногие русские. Но это недорого. Просто для этого надо дорасти. Дорасти до осознания одной, но главной вещи. Регулярная доза положительных эмоций и адреналина вытесняет любую привязанность к порогам общества. А доза пусть и детского, но шампанского, расплесканного руками вот таких победителей, вместе с коротким мигом счастья, затраханных работой родителей, она вообще неоценима. Но возможность получать такие регулярные приколы есть и будет. И это настоящее магнитогорское хобби, реализованное на спокойной улице Ленинградской, рядом со статуей довольного Серго. Кто-то может нам сказать, что сюжет этот новизной не пахнет. Хотя, почему не пахнет? Дело в том, что немногие смогли вовремя посмотреть выпуски новостей телеканала ТНТ, телекомпании ТВН и МГТРК. Автостопом позволяет это сделать. И за то время, пока вы смотрели этот сюжет, ну, это я утрирую, конечно, но количество участников клуба МакХобби в городе Магнитогорске только увеличилось. И следующие соревнования, пойдут они в конце августа месяца, рядом с ледовой ареной Металлург, ну, там будут соревноваться асфальтовые и электрические модели, а также вот такие агрегаты уже на приспособленной трассе. И вот там-то вы увидите настоящую битву титанов. Ну, и опять же, очередной упрек в адрес автостопа. Да, мы иногда поступаем подло. Да, мы воздействуем на умы горожан, ну, благодаря детишкам. Дело в том, что все дети приходят сюда и говорят, папа, купи-купи. Ну, а бесплатный совет мамам. Если вы не хотите, чтобы ваш муженек, ну, отвлекался, на всякие различные неправильные, с вашей точки зрения, увлечения, то вот вам вариант приходить сюда и сделать, как я сделал. Ой, и поверьте мне, я не мучаюсь с похмелья, я летаю на планере, получаю от этого максимум удовольствия и задумываюсь о новых достижениях.